Девушки отдыхают Девушки отдыхают Юля, привет! Итак, давай, открывай карту. Что такое цветовой анализ? Такая услуга, когда, например, к нам обращается клиент, который абсолютно запутался, какие ему подходят цвета. В гардеробе есть все цвета между собой не сочетающиеся, да, или ему там часто говорят, там, ты что, заболел, или ты плохо спал. И вот он приходит к нам, говорит, подберите мне, пожалуйста, мою идеальную цветовую палитру. И при помощи теста мы для него подбираем цветовую палитру, которая его украшает, омолаживает, я не знаю, делает лицо там более приятного оттенка, глаза сверкающиеся. Ты пришла, мабуть, також не досыпаешь, и пришла я с какой-то подушкой, дуже дивной. Скажи, будь ласка, что у тебя в руках? Это драпировки. Это такой инструмент, который мы используем для цветового анализа внешности. Например, да, не всегда, потому что есть некоторые стилисты работают, смотрят на вас и говорят, вот, мне кажется, это вам подходит. А вы ему говорите, а мне кажется, это не подходит. Поэтому для этого мы используем такого рода драпировочки. Ой, это разноцветные салфеточки для тебя, Сань. Типа разноцветные салфеточки. Ну, шнышки. Да. Сидит клиент перед зеркалом, это обычно делается при дневном освещении, чтобы было хорошо видно, как цвет рефлектирует на лицо. И мы делаем ему вот такие вот штуки. Например, один и тот же цвет, да, светлый достаточно, но один оттенок теплый, а один оттенок холодный, например. Эту вообще всю такую историю цветового анализа внешности придумали в Америке 30 лет назад. Основательница компании Color Me Beautiful, она подумала, что всех людей можно разделить на 4 сезона. Осень, лето, зима и весна. И в зависимости от какого сезона, например, там, да, для того, чтобы быть осенью, нужно обладать рыжими волосами, тарарарам. И, соответственно, тогда вам подходят такие цвета. Но потом они увидели, что нельзя всех людей разделить на 4 цветовых типа. И они использовали теорию Альберта Мансела, есть такой ученый, который разработал, что каждый цвет обладает тремя парными характеристиками. И вот на основе этого теста Альберта Мансела эту, так сказать, его теорию используют в дизайне, в интерьере, в графике, ну, в общем, везде. Потому что это на том, о чем основывается цвет, не какие-то вымышленные вещи. В общем, кто из людей знает, кто такие стилисты и колористы? И обращались ли когда-нибудь к ним, а не за совет? Какой твой любимый цвет? Черный, конечно. Красный. Наверное, я синий, но мне идет бордовый. А ты слышал про людей, которые специально подбирают цветоподбор для каждого человека? Нет, это глупость. Смотришь на себя, тебе нравится твой цвет? Возможно, было бы интересно просто. Сколько бы ты заплатила за подобную консультацию? Это как свой личный дизайнер. Ну, может, 200. То есть 500 грамм. 300, может, тысяча. Наверное, две тысячи бы отдала спокойно бы за это. Смотря какой человек, какой у него сертификат, какой у него уровень. Каждый из нас знает, какой цвет их любимый. И в основном тот, который любимый, они его и носят. К стилистам и колористам очень редко кто обращался и вообще не знает даже, кто это такие. Все может быть потому, что все думают, что стилисты и колористы, они очень дорого стоят. Скажи, а сколько твои услуги на самом деле? Вот так, если по-честному. Мои личные услуги стоят, услуга цветового анализа внешности, при которой человек получает собранный цветовой паспорт, стоит 1600 гривен. В нее входит в эту стоимость цветовой паспорт с 42 цветами. А сколько анализа нужно сдавать, чтобы узнать свои кольоры? Сколько тревает вся послуга? Три часа. 20% нашего гардероба, 80% нашего времени. У нас есть очень много вещей, которые между собой не сочетаются. Мы думаем, а этот цвет, нет, этот плохой, этот хороший, да, и бесконечно об этом задумываются. Когда у вас есть цветовой паспорт и вы придерживаетесь одной цветовой гаммы, которая между собой сочетается, то вы не задумываетесь. Достаете одно, второе, одели и пошли. И все между собой сочетается с легкостью. А мне рассказали, что люди, которые яскраво одеждаются, это как в природе. То есть это отруйные грибы, отруйные всякие там комахи и так далее. И вот они про себя кажутся, я отруйный, я небезопасный. Должна сказать, что даже некоторые подростки, имея депрессивное состояние, одевают на себя как можно больше ярких цветов. Например, те же Эмма, которые считают как готические, так и кислотные цвета. То есть они, грубо говоря, кричат всему миру, Эй, братина, на снимание, пожалуйста, нам плохо. Рятуйте нас. Ну, практически так. В этом есть, конечно, какая-то правда. И мы видим, что цвета, они везде, да. Не зря почему-то красят, не знаю, знаки дорожные в определенные цвета. Каждый цвет что-то символизирует. И, например, если вы носите все время красный цвет, то волей-неволей это поднимает ваше артериальное давление. И если вы находитесь в комнате, которая покрашена в теплые оттенки, то вы себя будете чувствовать теплее в такой комнате, нежели в точно такой же комнате при такой же температуре, но покрашенной в холодные цвета. Мы говорим о цветовом анализе для того, чтобы максимально украсить человека и чтобы он выглядел гармоничным. И когда, например, вы видите светлую девушку с холодным оттенком кожи, одетую в бордовую коричневые цвета или черно-белые, то это немножечко вызывает какой-то диссонанс. Вполне возможно, кто-то из зрителей сейчас сидит и думает, господи, я же делаю именно так. Но для того, чтобы так не делать, будьте с нами, потому что ровно через час мы будем узнавать лайфхаки о том, как правильно себе самостоятельно подобрать цвет. Як сайз нашел свой ганном стайл. Виртуальный младенец с искусственным интеллектом. Это реальность. Так, ну а також викторина, яка очекаю на вас и с подарунками та приемными сюрпризами. Отже, все за 55 минут, час пішов, и готуйте свои очи для різнокольоровой гаммы. У нас для вас много цветов и много музыки.